Дорогие друзья, добрый день! Мы приветствуем вас на канале Догвель. Сегодня 4 декабря и мы находимся на мотопородной выставке Кёрнтерьеров, чтобы полюбоваться этими красавчиками и сделать для вас небольшой обзор данного мероприятия. Данная выставка стала главной мотопородной выставкой года ранга «Победитель клуба». На выставке было заявлено 47 собак по каталогу. Экспонировались достаточно яркие представители породы. Развернулась достаточно большая конкурентная борьба за главные титулы «Победитель клуба» и «Юный победитель клуба». Также были представлены самые маленькие представители породы – щенки и бэби. Они первый раз в своей жизни побывали на выставке, получили первый опыт выхода в ринг – подарки и описания от судей. «Победитель клуба» Подготовкой шерсти собак перед рингом занимались профессионалы своего дела – грумеры. От подготовки шерсти зависит правильность образа собаки и ее гармоничный вид. Друзья, мы сейчас поговорим с владельцем керн-терьера Маргаритой. И Маргарита нам расскажет о такой породе, как керн-терьер. Здравствуйте, Маргарита. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как зовут вашего питомца? Флай. Ой, какое прекрасное имя. А скажите, какой характер у керн-терьера? Его имя полностью отражает его характер. Флай, флайт, полет. То есть это очень живая, подвижная, энергичная, веселая собака. Терьер. Керн – это базово охотничьи собаки, поэтому они самодостаточные, самостоятельные. Любят сами принимать решения, у них на все есть свое мнение. При этом они очень веселые и жизнерадостные. Короче, они прекрасные компаньоны, и если немножечко с ними позаниматься, то с ними можно быть везде. С ними можно быть в поезде, в электричке, в общественном транспорте. Они прекрасные городские собаки. Они прекрасные компаньоны для загородных прогулок, плавания, велосипед, любые активности, которые вам интересны. Скажите, пожалуйста, сложны ли керны в уходе? У них особенная шерсть, наверное, да? Потому что я видела, они такие то ли пушистые, то ли жесткие. Керны относятся к жесткошерстным собакам. И, на мой взгляд, это совершенно не сложные в уходе собаки. У меня были Йорк и Мальтез, и я, конечно, сравниваю с ними. Когда это постоянные папильотки, шампуни особенные, расчесывания, култуны. Кернов надо тримминговать, выщипывать особым образом раз в 3-4 месяца. Все, и у тебя живая, прекрасная, аккуратная собака. Я ни с кем не получила, из своих собак не получала так много комплиментов, как в керном на улице. Где лучше всего содержать собак? В частном доме или они подходят для городской среды, для квартиры, для городского содержания? Ну, так же, как мы с вами поговорили о том, какие активности с кернами хороши, да? И они и загородной жизни прекрасны, и в городской. Точно так же и про содержание, можно сказать. Это совершенно нормальная, отличная городская собака, которая прекрасно себя чувствует в загородном доме. Поэтому, как удобно хозяину. А кому подойдет керн-терьер? Вот кто владелец керна? Может быть, любой человек, который ведет достаточно активный образ жизни. Это терьер со всеми своими терьерскими особенностями. Терьеру надо занимать мозги, у него должна быть активность. Ему должно быть интересно. Просто лежать на диване, он, наверное, будет, когда ему уже будет достаточно лет. Хотя и поваляться они тоже любят. Они с удовольствием смотрят с вами кино на диване. Отлично. Маргарита, спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Желаю вам здоровья всем вашим любимцам. И, естественно, побед. Огромное спасибо. Вам спасибо. На судью данной выставки, Ирину Девтярь, была возложена сложная задача. Это главная выставка года. Поэтому для выбора достойных породных собак судья приложила много сил и внимания. В классе юниоров всегда большая конкуренция и большое количество собак. Титул «Юный победитель клуба» получила достойная породная собака как среди кобелей, так и среди сук. На выставке был богатый призовой фонд. Каждый участник получил подарок. А победители классов и призеры – кубки, розетки и подарки. Дальше все победители классов – промежуточный, открытый, чемпионов – вышли на сравнение для выбора лучшего кобеля и лучшей соки выставки. Эти собаки получили титул «Победитель клуба». Друзья, мы надеемся, что вам понравился обзор данного мероприятия. И мы узнали много нового о породе керн-терьер и смогли с ней познакомиться намного ближе. Чтобы не пропустить анонсы о ближайших выставках, следите за нашими новостями в телеграм-канале и на нашем сайте. Друзья, мы рады делиться с вами приятными эмоциями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют. А мы с вами очень скоро увидимся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok